добрый день сегодня продолжаю снимать видео из серии сколько нужно рюкзаков одному человеку сегодня расскажу вас про вот этот рюкзак вот рюкзак это все у нас где у нас написано фирмы вот вот это рюкзак скажем так я его использует велосипедный потому что он с поддувалом то есть когда едешь в жару для есть ветерок на велосипеде он как то здесь вот шире чем вот здесь он поддувает очень хорошо даже когда идешь поддувает хорошо вот и в жару бывает вот я приезжаю меня футболка сухая вот влажный только вот здесь и вот здесь три точки ну и на спине и вот здесь где лямки вот зимой с ним ходить вот тоже неудобно холодно на нем холоднее за скажем зимой идти чем без рюкзака потому что поддувает сюда принципе сделана вентиляция хорошо вот вообще на сказать что я очень доволен дизайном его то есть мне кажется у фирмы на 2 очень хорошие дизайнеры которые разрабатывают разработчики одежды там продукции но качество оставляет желать лучшего вот ну сейчас по порядку то достоинство что здесь интересно то система подвески здесь вот он хорошо поддувается плюс еще что она отстегивается тут вот липучка тут это вот что можно железный вот эту раму вытащить из рюкзака и его сунуть скажем в стиралку постирать или там где-то в тазике на мой взгляд большой плюс удобные лямки здесь вот они s-образные здесь это вот регулируется высота на груди у меня криво почему-то вот ну вот она регулируется над видимо сдвинуть вниз здесь это ну вот они в принципе потеет под ними летом когда еду вот здесь это вот такая липучка она не просто так она вот здесь вот есть дырочка для гидратора то есть внутри есть карман чтобы повешать гидратор здесь пуговка для него вот то есть для велосипеда очень удобный вот по объему но по объему даже в таком состоянии он где-то виде как видим литров на 30 плюс здесь он может увеличиваться соответственно это где-то литров 40 наверное получать но из-за вот этого прогиба ну если скажем набивать вот ким тряпками дата очень хорошо он сюда влазит много я и ходил ездят другие города с ним не раз вот сюда влазит много но если вы скажем не надо было ввозить ним ноутбук несколько раз за счет вот этого изгиба ноутбук становится вот так вот наискосе сюда ничего не засунуть не вытащить а если еще там надо полторашку засунуть он вот так вот поперек и вот но это как говорится продолжение недостатки это продолжение достоинств достоинства продолжения как обычно недостаток вот дальше что еще вот ну 10 основной отсек здесь затягивается веревочкой вот увидеть для увеличения еще вот это сделать тоже с отдельной веревочкой дальше что здесь кармана в голове и снутри наружу вот голова не отстегивающая цель на вот когда отчет вверх немножко ну было бы удобнее она была и здесь на ремешках а не подешита вот застегивается она на одну защелку вот здесь сетчатый карман довольно удобный большой по бокам два больших кармана то есть полторашка ставится неплохо сюда не есть на резиночке растягиваться тоже как стрейч ткань снизу для прицепления каких-то оборудования там снаряжение вот здесь вот это вот утяжка утяжка неудобно потому что я честно говоря я купил уж не помню в каком году там уже ну около года 4-5 он у меня я так и не понял как она работает то есть затянуть я понял я затянул вот так вот вытянул а как его распустить обратно для меня это загадка вот таким вот так и осталось если кто знает расскажите буду напишите в комментариях или снимите видео буду благодарен будет полезно ну вот здесь вот есть вот такие вот крови на для утягиваются вот что еще ну конечно не хватает вот если вместо вот этих вот веревочек непонятных было бы стандартная вот это со стропой в двух местах было бы лучше него периодически надо коврик для йоги таскать еще что-то туристический какой-то сюда его ну вот полторашку да можно засунуть а что-то такое вот коврик еще какой-то палатки там где эти пристегнуть и палки от палатки это ну дуги от палатки она вот нет возможности то есть на голове здесь тоже нет никаких цеплялок есть вот это вот ноги так это для регулировки для меня да я как-то использовал сюда коврик пристегивал вот что еще пояс и есть на животе ну вот эти вот удобный так хорошо сидят вот он сидит очень хорошо на мне мне он нравится но здесь вот нету никаких какой-нибудь кармашка но я думаю что типа сумочки навесной при ну сшить еще придел вот самый конечно но вот это в принципе о достоинствах то есть не он по цвету нравится а ну еще если говорить продолжаем это достоинство здесь есть встроенный рейн ковер причем он чем хорош он на резиночке и отстегивается то есть если вам не надо вы его можете отстегнуть это использовать как отдельный карман вот с другой стороны это самое главное я еду на велосипеде в грязь попал допустим под дождь грязь я одел этот чехол его грязью забрызгала я его вот отстегнул сунул это тазики пошоркал все меня чистый рюкзак него есть не надо стирать если это очень правильно что он отстегивается потому что вы уже видели наверное кто смотрел мои видео что не у всех догадались сделать но вот такой вот элементарной штуки рюкзак и опять же решить проще и ну не знаю почему почему делают китайцы иногда хуже для себя вот здесь это карманчик вот эту штучку порядок когда затянули она сама на туда вылазит и болтается вот мне снизу входа нету в основной отсек ну как это конечно тоже минус новый другой страна не сильно большой поэтому небольшой минус большой минус в чем как я сказал здесь отличные у народные дизайнеры но плохие плохое исполнение буквально через неделю после того как он и как я его купил у меня он порвался по шву то ли вот здесь то ли вот здесь не для симметрии я его зашил хорошо я увидел это дома ничего не потерял просто стал запихивать и одежду смотрю не торчат и мои трусы снаружи вот ну так если было неприятно но вот переложил в другое место так вот где-то я зацепился уже порвал эту то есть значит надежности не особая здесь там я его критину использую по нормальной довольно частенько но не сказать чтобы я там каждый день с ним ходил вот пришлось ну вот возвращаясь здесь пришлось зашить и нашел я вот такие вот светоотражающие они как-то по цвету в принципе в глаза не бросаются даже стало безопаснее ездишь здесь светоотражалки нашита но все-таки под ними порвано ладно бы если бы это было в одном месте но это говорю буквально там несколько раз я его отдел там по пальцам можно посчитать чуть-чуть тип еще прошло времени вот здесь ткани выскочила из этой ну из-под шва это же вот порвалась есть он как нагрузки нет она в принципе как-то не особо ну тоже это и порвалось далее вот здесь вот видно на явно не будет видно но вот видно вот нитки торчат почему потому что здесь тоже из шва вылезла это ну то есть когда они увидим или или лекала неправильно или шьют они их неправильно или экономят очень хорошо чтобы там и на туда вот на шов здесь то может быть сантиметр оставить чтобы не вырвалась тем более что здесь затягиваешь как это есть нагрузка вот поэтому ну как сэкономили они там несколько миллиметров ткани и в результате пришлось подгибать перешли прошивать вот но здесь как бы тоже быть ну вот этот самый был неприятный что дыра на улицу что можно было если что-то мелкое вывез и не заметил ну можно было просто потерять ценные вещи какие-то вот тут дальше порвался он начинает оторваться где-то вот здесь где окрепление этой вот внутри там есть ремешек такие этим они охватывали вот каркас и там были пришиты с одной стороны они вот обе оторвались так сказать ну они с двух сторон и охватили то есть с одной стороны они оторвались уже нигде не придерживают то есть вот такие вот он довольно рвется именно по швам то есть ткань мне я не знаю наверное как сказать кто смотрел мои видео я часто отмечаем на ткань потому что я люблю что мне ткань нравилась на ощупь вот то есть здесь не ткань нравится вот претензий по качеству ткани никакого говорится нету ткань приятная прочная но вот из швов она выскакивает то есть я думаю это именно что они сэкономили чуть-чуть очень близко к краю прошили тут почему она надо рвалось непонятно что-то видимо или может зацепился еще чуть-чуть я не могу сказать каких косяк вот такой вот рюкзак то есть летом я часто с ним езжу причем что вот он как получается как такой воздухозаборник на спину очень хорошо поддувает плюс гидратор и ну и ходить и ездить удобно с ним вот на груди стяжка то есть по дизайну пока по идее очень хороший но по исполнению вставляет желать лучшего то есть иногда мне даже вот кажется что неплохо его вообще я хоть использовать стропы от него лямки вот эту систему подвеса как он у нас сам саму то что идет на на спину раму а вот этот сам мешок надо перешивать может быть как его проще без лишних там вот этих вот тут такая тут всякая тут хотя он довольно простой мешок вот и чтобы здесь были вот какие-то пристегивалки я еще все думаю как как бы чтобы выдумать можно просто нашить вот сюда тупо сюда дверь или снизу сделать цеплять чтобы ремешки не хватает их часто вот ну вот целом вот такой вот рюкзачок покупать не покупать я здесь вот однозначно сказать не могу то есть я его купил как обычно я покупал весной на вас там была скидка распродажи какая-то вот есть я его купил довольно неплохо вот в принципе я не могу сказать что я ну порвался в принципе я его зашил не боитесь уколоть палец и вот тут принципе вот можно все как бы восстановима ну нет чем он нравится да еще раз скажу что он очень хорошо на мне сидит то есть был не невысок не немал то есть он удобен и вот когда я его покупал тогда как раз было время когда частенько приходилось что-то с собой носить там получалось мне надо допустим какую-нибудь одежду для тренировки плюс еще одежду там для какого-нибудь выступления плюсы по работе кучу всего плюс еще каких-то там чё-то кому-то какие-то диски книги вот все это свалил и в 10 мест надо за день успеть я еще там воды брал с собой меня зато еду я в автобусе захотелось как какой-то этот терминатор шланчика попил вот ну довольно такая удобная вещь принципе я им довольны все таки рюкзаком не смотря на вот эти вот досадные недостатки вещь довольно хорошие к сожалению не знают я других нордвеев не держал в руках не знаю то есть проблема ли это все в целом термы либо эта проблема конкретно моего рюкзака вот была мне знакомая у которой я видела рюкзак на 2 ну да другую модельку побольше и без ну и без проветривания но к сожалению уже нет живых не могу я у нее спросить как как я этот рюкзак так вот я почему-то у знакомых ни у кого не видел вот такой вот этот рюкзачок надеюсь кому-то это видео был будет полезно спасибо за внимание до новых встреч